Здравствуйте, меня зовут Ангурян Алексей, я являюсь основателем юридической компании службы защиты призывников. И в этом видео мы с вами разберем, как правильно подготовиться к военкомату, чтобы у вас не возникло проблем. Для начала вам надо ответить себе на один вопрос. Хотите ли вы служить в армии и готовы ли вы к этому? Если вы хотите пойти служить, то вам необходимо физически к этому подготовиться. То есть быть в хорошей физической форме, чтобы у вас не было проблем со здоровьем. Теперь другой вариант. Если вы считаете, что вы по какой-то причине служить не должны, ну, например, вы себя не очень хорошо чувствуете, чем-то болеете, и считаете, что служить вы не должны, в таком случае вам надо готовиться по-другому. Вам необходимо подготовить все медицинские документы, подтверждающие наличие у вас заболевания, и предоставить это уже на медкомиссию военкомату. Тогда на это велика вероятность, что обратят внимание, и если ваше заболевание подходит под те, с которыми служить нельзя, вам предоставят отсрочку, либо выдадут военный билет. Вот для того, чтобы вам грамотно подготовиться, качественно, вам необходимо начать этот процесс хотя бы до год, до окончания отсрочки. Потому что за один день вы не сможете себе подготовить историю болезни, это у вас должно быть системно, должно накапливаться, вы должны обращаться в поликлинику, в больницу, и если вы болеете, не лежать ни в коем случае дома, а как раз ходить за помощью медицинского учреждения. Иначе в военкомате он скажет, что вы себе заболевание просто придумали. Вот, когда у вас документы уже подготовлены, тогда вы можете спокойно идти в военкомат, и, в общем-то, велика вероятность, что у вас все будет хорошо, и вам предоставят отсрочку. Если предусмотрен военный билет по данному заболеванию, то даже и военный билет вы тоже сможете получить. Вот. Но бывают такие случаи, когда возникают проблемы, становится довольно-таки сложно доказать все самостоятельно. В таком случае вы можете обратиться к нам за бесплатной консультацией, мы вам с радостью поможем отстоять ваши права как до военкомата, так и в военкомате. На этом все.